Шпротная диета к здоровью не имеет никакого отношения. Вообще, если вы меня спросите, какая самая страшная консерва и самая неполезная консерва, это я вам скажу, что это шпроты. Спасибо, очень приятно. Витамины полезные. Да, смотря какие витамины. И смотря в каком количестве. Ребят, спасибо большое за поддержку. Да, спасибо Игорь за цветочки. Я собираю сегодня роуз. Вот посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот должно где-то отобразиться цель трансляции. Какие-то такие розочки интересные. Вот они. Вот. Так что у кого есть возможность, то поддержите обязательно. Вот, Эдуард, спасибо, да. Вот эти штуки я собираю. Да. Как разбить камень в желчном 3 сантиметра? Наталья, к сожалению, у меня нету возможности отвечать на подобного рода вопросы, потому что прямые трансляции ТикТока имеют цензуру. Вам необходимо... Единственное, что я могу сказать с экрана, обратитесь, пожалуйста, к своему лечащему врачу. Я не занимаюсь лечением людей. Это не моя профессия. Я занимаюсь предотвращением людей от болезней. То есть я занимаюсь профилактикой. И я в профилактических целях с профилактическими мерами здесь нахожусь. То есть я не занимаюсь избавлением от заболеваний. Какая норма на вес тела сложных углеводов в день? Во-первых, это у всех по-разному. Это разные нормы, разные страны, да, то есть разные таблицы. И самый главный момент. Все зависит от того, какую цель вы преследуете. Вы хотите контролировать вес, снижать вес, набирать вес, улучшать свое самочувствие, контролировать уровень сахара в крови. От этого зависит, сколько чего нужно потреблять. Спасибо, спасибо, очень приятно. Очень приятно. Ребята, с добрым утром. Стучим, стучим, стучим по экранчику. Здесь мы обсуждаем темы здорового образа жизни, здорового сбалансированного питания. Я хочу напомнить всем о том, что я против алкоголя, да, то есть я веду здоровый образ жизни уже 13 год, почти 13 лет. В феврале будет 13 лет. Я против алкоголя, против, естественно, курения, против наркотиков, против проклятущей еды. То есть я пропагандирую исключительно здоровый образ жизни. На мой взгляд, это сейчас самая главная профессия в нашем мире, потому что очень мало людей, кто может про это говорить грамотно. Доброе утро! Сколько приемов пищи в день? Пять. У меня пять. А как раньше люди ели много углеводы? Ну, слушайте, вы не надо... Вот каждый день одно и то же на эфирах, вот если вы посмотрите... Ребята, кто смотрит меня на регулярной основе? Есть ребята на прямой трансляции, кто смотрит меня на регулярной основе? Киньте, пожалуйста, зелененькое яблочко. Вы со мной согласны о том, что каждый день задают одни и те же вопросы? Кто меня смотрит? Вот одни и те же вопросы, согласитесь. А как же раньше? А как же раньше мы ели и все было нормально? А как же наши бабушки и дедушки ели и дожили до 100 лет? А как же вот мы раньше ели углеводы и все было нормально? Это было раньше. Раньше было совершенно другое качество продуктов. Вообще, в принципе, жизни в целом. Раньше очень много физической нагрузки было. То есть вот девушка спросила на эфире, а как же раньше ели много углеводов? Так люди работали как ломовые лошади. Раньше, извините меня, люди работали как? Не так, как сейчас. Вот я сейчас сижу на экране, извините меня, вещаю прямую трансляцию через экран телефона. Я сижу. Я не затрачиваю никакой энергии. А как раньше люди работали? Что, люди раньше сидели перед экраном телефона и тоже так же вещали? Физический труд был раньше. А сейчас физического труда нету. Сейчас все перешли за клавиши. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. С утра до вечера. То есть интеллектуальная работа, как это говорят. У нас теперь интеллектуальная работа. Нажимать на кнопки – это не интеллектуальная работа. Интеллектуальная работа – это когда ты меняешь жизнь человеку, а не нажимаешь на кнопки. Так что, друзья мои, не сравнивайте то, что было раньше. Моя бабушка с дедом просыпались пол пятого утра, шли, извините меня, до электрички. Там 40 минут они шли до электрички пешком. Садились в электричку, ехали в электричке час до работы. Потом садились на автобус, еще час на автобусе до работы. И так 40 лет. А что сейчас? На машину сели, 15 минут проехали, опять на кнопки нажимаем на компьютере. Вот сравнивают. Господи, перестаньте вы сравнивать уже, что было тогда и что сейчас. Раньше и продукты питания были другие, а сейчас сплошная химоза. Сейчас нельзя даже в магазине выбрать нормального хлеба. Вы посмотрите. Напишите, пожалуйста, кто из какой страны. Я сейчас задам вам вопрос на засыпку, на который вы мне не сможете ответить. Напишите, пожалуйста, страну, в которой вы проживаете. Украина, Казахстан, Беларусь, Америка, Украина, Германия, Беларусь, Казахстан, Украина, Казахстан, Украина, Украина, Латвия, Молдова, Беларусь, Латвия, Эстония, Беларусь, Украина, Азербайджан, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Россия, Франция, Германия. А теперь вопрос на засыпку. Италия, Норвегия, Израиль, Греция. В общем, все страны мира собрались на прямой трансляции. Вопрос на засыпку. Вы заходите в магазин. У вас сколько видов хлеба перед вашим носом на прилавке? Сколько перед вашим носом хлеба на прилавке?